Друзья, всем привет! С вами Диодант. Сегодня мы возвращаемся в караван. Решил я снять все-таки еще одну серию, потому что стало интересно, заинтригует ли меня игра дальше или нет. В общем, наши задачи сегодня какие? Я планирую взять себе в спутницу вот эту девицу. Ты направляешься в море, входят слухи, что в городе властвуют тени и кошмары. Я хочу предложить горожанам свои услуги. Позволь поехать с тобой, я буду защищать тебя в пути. Почему бы и не взять относительно симпатичную девушку? Надеюсь, что у нее там под платком не отвалившаяся челюсть. Ну, давайте мы с вами возьмемся дополнительного героя-наемника. Вот она, наша Лея, 120. Нападение. О, что-то она какая-то слабенькая, если честно. Рейтинг 1. Ну ладно, если что, просто сдохнет. И, в принципе, нормально. Вот таким вот образом мы с вами с ней разберемся. Далее, к Лазарусу я обращаюсь. У нас есть возможность взять, получить себе новый рейт. Больше места для помощников. Дополнительное место для помощников у нас появляется. И вот вопрос в том, блин, стоит ли брать вот этих вот просто помощников? Стоит ли брать там ослов? Пока что, я думаю, это не имеет никакого смысла. Барнабас, кстати, знакомый уже парень наш. И спасибо тем, кто мне подсказал, что надо было, черт подери, смотреть по этим. В общем, мы с вами как сейчас пойдем? Наверное, через Шабу я все-таки пойду. Надеюсь, что там есть у нас колодец. Да, так и есть. Ну, тогда Шаба. Сначала посмотрим, что в Натжеране. У нас с вами здесь дешевая еда, дешевые ткани, инструменты. Все остальное относительно дорогое. Здесь же ткани и инструменты, они стоят по-обычному, то есть даже недорого. Зато пряности дорого и еда. Вот, кстати, еду нам можно с вами сейчас закупить в Натжеране. И, возможно, потом мы с вами сможем потом все это дело грамотно продать. Ну что, давайте обратимся к купцу. Привет, Табита. Телочка, телочка, телочка. Давай возьмем у тебя пшеницу немного. Возьмем у тебя молочка. 40 динариев и все? Больше ничего нет? Ну ладно, давай возьмем у тебя за 40, посмотрим. Надеюсь, я смогу выгодно это все дело продать. Далее, к купцу мы с вами пополняем запас воды. Покупаем бурдюки. Я думаю, что взять стоит, возможно, даже еще побольше бурдюков. Где-то штучек 20, потому что черт его знает, какая там будет у нас дорога. Ну что, отправляемся в Шабу. О, длительность путешествия в 16 часов, расход воды в минуту 8. Надеюсь, что я не сдохну с голода. И от жажды скорее. Зато лошадь нагрузил. И то хорошо. А, кстати, ребят, у нас же лошадь. Блин, я аж проморгал вспышку. Там были у нас руины. Вы подходите к заброшенному храму. Обыскаем храм. Мы находим ящик с благовониями. Отлично, благовоние у нас теперь находится в багаже. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Это очень классно. Ну ладно, продолжаем путешествие. Вообще шикарно. Смотрел храм, нашел благовоние. Понюхал там все дела. Так, жалко тут у нас с вами замедлить все это дело нельзя. Для того, чтобы там я успел кликнуть. Но вообще шикарно. С лошадью перемещаться, на мой взгляд, это прям идеальный момент. Игра сохранена. Караван достиг пункта назначения. Ох ты, шаба какая у нас. Посмотрите, горная крепость. Пати, телочка, привет. Пати мейкер, здорово. 28 и 50. Ну на 10 динаров, конечно, выгода нам тут с вами прилетает. Это не особо много. Но давайте мы с вами как? Пополним запасы воды. Выгода у нас есть небольшая. Да, как-то это совсем печальненько. Ну, поглядим мы с вами, что в шабе дешево. А в шабе все очень дорого, на самом-то деле. Пряности можно продать. А в марибе, что у нас с пряностями? Пряности тоже дорогие. Ну давайте в шабе продадим мы с вами эти пряности. Вот этой милой сударыне. Для того, чтобы меньше нам пришлось тащить туда. Поэтому давайте пряности. 112 и 224 драхмы. Да, ребят, мне сказали, что дедан, как ты читаешь эти драхмы? Вася, а что ты вообще творишь? Ладно, пошли. Вообще налегке абсолютно идем. С этой наемницей бесполезно абсолютно. Сколько тут городов, ребят, посмотрите. И мы с вами встречаем опять какого-то чувака. Вы подходите, он жалуется, что его снаряжение... Конечно, я помогу путнику в пустыне. Грех не помочь. Когда вы подходите с торговцем, он выхватывает нож и угрожает вам. Чувак, ты дебил, блин. Просто отчаянный парень. Бартоломей. 55, 90, 55, 60, 50 на 60. Блин, слушайте, серьезный парень. Я вам могу сказать. Бартоломей и Диаш, блин. У нас защиты, конечно, побольше. Ну, естественно, Марко Поло пусть сражается у нас. Первый ходит... Первый ходит герой. Защита противника. Так, у него получается нападение. Бьет хитрость нашу. Нам необходимо с вами повысить вот этот параметр очень сильно. Он же берет себе дополнительно сюда. Далее мы с вами можем увеличить нашу защиту. Шикарно, на 70. И он снова у нас тут апает, получается. И я единственное, что могу это вот... Блин, смотрите, как он хитрость там увеличивает. Так, я теряю 35, он теряет 95. Хорошо, второй раунд. Надеюсь, что я выжил. Такс. Кто у нас ходит первым? Получается, нам с вами снова необходимо увеличить нашу хитрость. Погодите, а хитрость я не могу увеличить, что ли? Вот это поворот. Единственное, что это... Ну ладно, на 40 давайте хотя бы возьмем для того, чтобы пробить его хитрость. Ага, снижает он. Посмотрите, хитрый парень такой. Блин, кубик нападения. Получается, мы только вот в нападении можем свои увеличивать, а он, соответственно, прокачивает против нашей хитрости. Герой наносит урон, герой получает урон. Еще раз мы с вами повышаем. 35, 65. Опа. Минус 45, минус 65. Супер-пупер. Первым ходит герой. О, 50. Кубик Джокера увеличивает одну категорию. Ну, кубик Джокера, конечно же, нам надо сюда с вами перевести, для того, чтобы... Правда, теперь нападение. У нас есть кубик нападения очень неплохой. Да, и мы с вами сможем нивелировать его преимущество. И он пытается здесь еще отыграться. Шайтан такой. Но я его перебью. Я его перебиваю тут. Опа. Победа. Ребята, поздравляем. 158 драхам. Два бурдюка. Еще 100 опытов добавок ко всему. Шикарно. Продолжаем путешествие. Конечно, серьезная битва. Вопрос, где подхилиться нашему Марко Поло. Но мы с вами пребываем в Марип. Ну что, Лейла? Лейла, 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 Лейя. Попробую предложить свои услуги местным жителям. Отлично. Мы с вами получаем опыт. Мы с вами получаем 100 драхам. Неплохое путешествие. Ох, Марип. Посмотрите, какое красивое поселение. У нас есть Бат, Купец, Лазарус, Купец. Далее Бат, Мудрец. Я исцелю тебя от ран и болезней. Слушай, братан, давай, исцели меня, исцели меня. Ну что, куда мы с вами дальше отправимся? Нам надо посмотреть, что у нас в багаже вообще лежит. Это Ксифос, Бурдюк. Нам бы неплохо было посмотреть, что там у нас. Рейтинг еще 200 единиц требуется для того, чтобы его повысить. Можно сгонять. Куда нам можно с вами сгонять? Давайте посмотрим. Марип – это прям огромный город. Зафар. Купец заданий. Мне бы какое-нибудь задание найти. Вот, как раз-таки в Сане очень дорого стоят ткани и инструменты. Здесь они стоят обычно. Блин, ну надо бы, наверное, либо в Наджран сгонять, либо в другое место какое-нибудь. Давайте посмотрим, может быть, в Зафаре. Тоже обычно стоит. Тимна, обычно. Все-таки, знаете, это еврейская штука. Дрюка меня очень сильно хочет перебить. Можно сгонять, в принципе, в Аден. Потому что там есть купец, там есть задания. Там очень дешево стоят ткани. Но там дорогая вода. Обычно, да. Может быть, даже... Что у нас тут с вами еще? Еда, вода. Обычно. Но ткани очень дорого. Это прям... Прям-прям-прям. Хотя предметы роскоши бесценны в Зафаре. Воу-воу-воу. А здесь в Марибе эти предметы роскоши, они стоят... Они дорого стоят. Ну-ка, а в Сане? Вот, в Сане они стоят очень дешево, ребята. Поэтому давайте мы с вами немножко по-другому поступим. Сгоняем в Сану. И там уже закупимся. Хорошо. Погнали. Мы с вами пока что налегке действуем. Потом, возможно, найдем себе какой-нибудь гильд-мастера. И обратимся уже к ним. Отлично. Пребываем в Сану. Сейчас надо нам с вами закупиться. Очень-очень хорошо. Караван достиг пункта назначения. Горожанин. Что тебе нужно? Хочешь продать мне товары для свадебной церемонии? Свадьбы не будет. Ее похитили против воли. Далеко в горы. Хотя и спасение девушки высокую награду. Ну, что, брат, я найду невесту. Просто надеюсь, на еще одну встречу ее следы ведут в Зафар. Может быть, ты сумеешь там что-нибудь узнать? В Зафар? В Зафар? Опа. Братан. Вот это совпадение, друг мой. Мне как раз в Зафар надо идти. Хорошо. Попробуем найти горожанин. Глава гильдии. Так. А что там у тебя есть? Ух ты. Вор. Это герои у нас. Барнабас. Мудрец. Хороший-хороший. Барнабор. Шестьдесят пять, восемьдесят девяносто пять. Разведчик. Но, блин, у меня денежек мало сейчас. Как бы я, наверное, налегке пока что погоняю. Чтобы уж совсем все было у нас по-хорошему с вами. Купец, Ребекка, горожанин. У нас с тобой дела. У нас с тобой, вах, какие дела. Так, какие у тебя там товары? Предметы роскоши. Сапфира. Отличное украшение. Давайте мы с вами продадим тогда два бурдюка. Один из них вот по двоечке. Заберу я сапфира, соответственно, и украшения. Заплачу всего пятьдесят пять. Хорошо. И как раз нам с вами по пути отправиться в Зафар. Начинаем путешествие. Надеюсь, что без проблем я туда доберусь. Ну, хотя, знаете, блин, с золотом гонять там. Может быть, кто-нибудь меня ограбит. Прибываем мы с вами сюда. Мне тут делать нечего. Караван достиг пункта назначения Барип. Начинаем путешествие. Сколько мы там заплатили? По-моему, пятьдесят динаров. Ну, еще плюс это бурдюки там сколько стоили. Ну, ладно. Надеюсь, что выгода будет вообще шикарной. Так, мертвые купцы пятна крови. Недавном сражении. Но вместо этого находите атаковать гули. Что? Какие гули? Чертво дерьмо. Зафар чё, перебили, что ли? Ёптель-моптель. И куда мне все это девать теперь? Супер просто. Ладно, здесь это все обычно стоит. Ё-моё. Ну, ребят, ну кто ж так делает? А, обычным предметом. Я, по сути... Стоп. Отправиться в Зафар. Это же для нас с вами, получается, задание такое было. Отправиться в Зафар. Пропавшая невеста. Я в Зафар. Отправиться в Зафар. Ну, вот мы прибыли. Блин, вполне было очевидно, ребят, на самом-то деле. Ну, где эти гули? Гули-гули. Может, я зря отказался? Наверное, я все-таки зря отказался. Отправиться в Зафар. Пропавшая невеста. Но я здесь ничего не вижу. Давайте, может быть, последнюю контрольную точку. Надо с этими гулями сразиться. Да, атаковать гулей. 85-90. Отлично вообще. Сейчас я чувствую... Третий рейтинг. Мне сейчас леща тут надают. Насколько я понимаю, первым ходит герой. Гуль. У него еще 190 хп. Кубик Джокера. Давайте мы с вами сюда себе возьмем. О, блин. Нифига себе, он там прокачивает себя. Серьезный молодой человек. Еще десяточку мы с вами здесь теряем. Но можем вот его перебить в хитрость. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 190, 150, 106. Минус 40 он теряет. Не, кажется, у меня сейчас гуль тут просто возьмет и порвет. Что-то мне подсказывает. 30-10. Ну, конечно, выгоднее себе взять тут защиту, перебить его. Хотя он, видите, пытается проатаковать меня. Но я здесь чуть-чуть снижу все это добро. И собака опять пытается меня тут замочить. Да, гуль вообще опасный противник. Еще парочка раундов и до свидуля. Да, похоже, что я сейчас тут просто откачусь обратно. Если только... Если только я что-нибудь тут хитрое не предприму. У нас есть, вот видите, несколько куперков Джокера. Но он вроде их не использует. Он перебрасывает сюда. 45. Я, к примеру, вот сюда переведу его. На 15. Ай, одно хп. Брат, я хочу жить. Гуль, черт подери тебя. 50. Что, куда? Блин, только в нападении. Защита. Он, конечно, сдохнет мы оба. С этим гулем. С этим товарищем нашим. Блин, 25. Хоть бы он 50 не забрал. О, слава богам. Он не забирает 50. Я себе защиту прокачиваю. Ой, блин. Нападение прокачал. Да, ваши ватарги где-то отлично. Шикарный бой просто-напросто. Так, оставляем мы с вами гулей. Что еще можно сказать? Нам до гули пока что очень-очень далеко. Ну, блин. И предметы эти роскоши вообще бесполезны. Ну, можно в Наджиран, конечно же, сгонять. Ну, далековато. Можно куда-то там в Шабу отправиться. Здесь обычно не стоит в Кане. Они стоят дорого. Там есть у нас задания. В Аден тоже бесполезен. Ну, ладно, погнали, ребята. Нам все равно идти через Шабу. Поэтому начинаем туда путешествие. К сожалению, пока что мой герой... Хотя, можно по-другому немножко поступить. Там же была гильдия вроде, да? Все-таки с гулями этими расставаться не очень-то охота. Да, есть гильдия. Давайте начнем путешествие. Не-не-не-не-не. Я это все так просто не оставлю. Надо спасти эту пропавшую невесту. Сейчас мы с вами все сделаем. Отлично, пребываем в поселение. Но мы почти его завалили. Да-да-да, нашел я, конечно. Так, давай, брат. Кого мы с вами возьмем? 397, 378. Нам бы с вами взять себе кого-нибудь в разведчика. Рейтинг 2. Плюс 5. Скорость 4. 65, 75. У него сотка нападения. Лазарус, да? Давайте Лазаруса себе возьмем. Средняя скорость наша. Погнали, Лазарус. Только давайте мы с вами пополним запас воды. Конечно, я без денежек остался. Но надо пойти в Зафар, в это село проклятое. Разобраться с гулями, благодаря нашему разведосу. Ух ты, а разведос, получается, еще палит? О, опять опа. Не хотите ли вы приобрести себе раба? Не, братан, спасибо. Мне раб не нужен. Как у тебя там рабов? Я смотрю, хорошо живешь там. С телочками, все дела. Все как надо, все как по красоте. Так, мы с вами, с нашим помощником, потратили всего единичку. Отлично, погнали в Зафарище. Надеюсь, сейчас я там все-таки с этими гулями разберусь. Но я очень доволен своим Марко Поло. Он молодец, на самом-то деле. Он просто красавчик. Обыскать руины? Вы осторожны, по всей видимости, это след... Опа! На гладких песчаных равнинах видны следы, которые все еще не успел занести. К счастью, вы ногами находите нечто ценное. Кинжал теперь в багаже. О, 500, офигеть. Кинжал и Ксифос. Но, правда, четвертый рейтинг требуется, поэтому нам с вами... Не могу я пока что взять. Возможно, Лазаруса, когда прокачаем, будет вообще прям супер-пупер. Ну что, гули, смогу я с вами сразиться? Да, атакуем гули. Ну что, Лазарус, давай, брат, не зря же я тебя нанял. Сейчас мы с вами раскидаем тут все это добро. Хоть у него и второй рейтинг, первым уходит противник. Ага, идет все в повышение, в кубик защиты. Можно в кубик Джокера повысить здесь атаку. Мне кажется, он себе пробросит. Да, защита, конечно же. Но мы с вами себе тридцатку кубик хитрости можем пробить. Неплохо так. 105 и, наконец, кубик защиты. Аааа, минус тридцать пять, минус один. Слушайте, как-то не очень хорошо прошел для нас раунд, на самом-то деле. Блин, кубик Джокера надо перебрасывать куда-то. Кубик Джокера, наверное, сюда я переведу. 105, 100... Ой, как он там накачивает себя, а? Кубик нападения пойдем. И здесь тогда кубик хитрости. 110, минус 50. Блин, слушайте, не получается мне этого гуля пробить. Какой-то мой хитрожопый, на мой взгляд, этот гуль, если честно. Берем здесь тогда защиту. Десяточку он там пытается нивелировать, что-то сделать. Защищаемся мы с вами от хитрости его. Шайтан проклятый. Но мы все-таки тут... Да, мы неплохо защитились. Минус 10, минус 25. Хорошо, четвертый раунд. Тут очень долго у нас идет радиус обзора. Пытается он меня тут пробить, да? Ну, я кубик защиты себе возьму. А, бля. Взял на 50, а? Шайтан. Защищаемся, ребята. Ай, десятку взял. Ой, сейчас мне тут пляшенция прилетит, конечно. Минус 50 минут. Блин, если в этом раунде мне не повезет, это просто досвидули этот гуля. Это просто какой-то терминатор, на мой взгляд. Так, ну что? Двадцатка. Давайте попробуем тут его пробить. Блин, с ракет накачивает он себе. Хитрости, кубик хитрости. Беремся кубик хитрости. Себя еще прокачал. Ну, мне кажется, сейчас я сдохну. О, нифига себе, я победил. Хо-хо-хо. О, и что дальше? Бартлея, мудрец. Фуф, блин, сколько Лазарус. Муа, ты просто красавчик. Не, отпустить героя, брат, не надо. Слушай, ты просто, мать его, гребаный гений. Бартлея, победив гуле, вы уже не знаете, что думать о пропавшей невесте. Из Азиса не ведут никакие следы. Вы присматриваетесь по внимателям к мертвому купцу. Но нет, это определенно мужчина. Заглянув в него, увидев женщину, стоящую по колено воды. В безопасности. И здесь была битва, не нужно было этого делать. Это были мои друзья. Они хотели забрать меня домой, им почти это удалось. Мне нужно подождать. Не стоит беспокойства, я почти на месте. Когда я влобнусь, небо лопнется в ответ. Че за бред ты несешь, дура тупая? Ждем полудня. Правда, я сейчас тут без воды, чувствую, останусь. Эй-эй-эй-эй-эй! Блин, стой, стой, стой! Ваш караван отдохнул. Погоди, че там? Бартли, вы предлагаете мне есть помочь выбраться наружу, но она отказывается. Зашипись, мне... Я тут че, сдохнуть что ли должен с ней? Сейчас у меня Лазару сдохнет. Ваш караван отдохнул. Бартли! Ой! Амулет разгорается сильнее, и из колодца возникает джин. Он не поднимается вверх, а летит прямо вам в грудь. Вспыхивает гег. Белая Марьева ослепляй вокруг, и на миг исчезает. Разве ты еще не вернулась домой? Снималась, все хорошо. Если ты в колодце, в воде, в холодной воде, это называется хорошо. Хорошо, вытаскиваем. Я не помню, кто привел меня сюда, но не отвезешь ли ты меня домой? Пойдем, конечно. Только погоди. О, вода! Ребята, супер! Нам надо теперь в сану сопроводить ее. Слушайте, прикольная игруля. Реально прикольная игруля. Нам, правда, надо еще Лазаруса отхилить, этого говнюка бесполезного. Нормально, блин. Пять минут назад тут его благотворил. Не, ну он красавчик. Он красавчик. Каким-то образом он смог там выжить. Ладно, идем в сану. Потому что за это задание мне должны он там минимум 300 драхом этих понадавать. Дхарм, драх, все дела. Да, потому что я спас его, эту невесту, дочь, братишка. Опа, еще одна лошадь. Подходим к животному. Подходим к животному. Убегает прочь. Да нет, она же не убежала. Вот она. Ну ладно, видимо, у нас, видите, с вами есть уже одна лошадь в этом караване, поэтому не стали ничего делать. Ну, где там твой батька? Вернул я твою невесту. И где этот сударь? Поверить не могу. Тебе удалось найти бард, Люда. Благословляют боги твою храбрость. Конечно. Ты заслуживаешь больше, чем мы можем дать. Наши дети. Дети наших детей будут прославлять имя. И имя любимое твое. Это, конечно, все прекрасно. Деньги давай. 100 драхом. О, бурдюк. Бога в ад. Бурдюк, прославленный богом в ад. Подходит для всей профессии. Минимальный рейтинг 3. Расход воды минус 3. Нифига себе. Вот это поворот, братан. Вот это, конечно, ты мне царский подгон сделал. Это реально. Глава гильдии. Так, что там у нас? Рейтинг 3. 375. Блин, мне не хватает. Может продать что-нибудь? Динора капец. Ребека горожанин. У нас с тобой нет. У нас с тобой дела нет. Давай взглянем на твои товары, брат. Брат, давай взглянем. Что тебе можно продать? Ксифос. Защита нападения плюс 10. В принципе, это одинаково, я так понимаю, да? Но кинжал мне как-то... Кинжал мне как-то больше, что ли, нравится. Поэтому с вами продаем его. Заканчиваем торговлю. Но мне надо просто апнуться у этого главы гильдии. До минимального рейтинга 3. Потому что... Опа, мастер порядка появляется у нас. Что там за навыки? Увеличивать скорость каравана на один за каждого помощника. Шикарно. Такс, погодите. Простой посох. Скорость плюс 2. Ну-ка, абордюк, бога воды. Ооо, расход воды минус 3. Шикарно, шикарно, шикарно. Так, а тебе можно посох выдать, брат? Брат, на тебе простой посох. Ну-ка, скорость у нас увеличивается от этого? Да, скорость увеличивается. Шикардос. Девяточка. Ну ты, брат, лечись. Брат, все нормально будет. Хорошо. Ребекка горожанин. Динора купец. Нам надо куда-то сбыть наши товары. Все эти, блин, драгоценности. Гильдия купец. Здесь ничего нет. Силуи-то мы все там поздыхали. В принципе, тут до Наджирана не так же далеко. То есть можно через Харам пройти, как вариант. Тем более, что здесь предметы роскоши очень дешево. Поэтому давайте мы с вами сейчас, знаете, как поступим. Продаем бурдюк. А, у него предметов роскоши даже и нет, да? То есть смысла от этого никакого. Обидно, обидно. А в Хараме предметы роскоши обычно. Ну-ка, что можно еще продать? То есть сана. У нас здесь с вами дешево, только все остальное дорогое, да, получается. Но можно на обратном пути что-нибудь там набрать. То есть здесь дешевые пряности. Кстати, у нас пряности были в багаже? Нет, мы с вами пряности продали, к сожалению, да? Здесь пряности дорого. Можно просто на обратном пути из Харама там что-нибудь себе взять. Как вариант, да? Поэтому давайте мы с вами в Наджиран отправляемся. Пойдем, братан, стильный посох тебе выдал вообще прям. Теперь будешь жить, не тужить. Так, в дороге вы видите небольшой отряд. Конечно, поможем раненами. Вы пытаетесь помочь, но вашу силу и заканчивается неудачей. Ну, похороним мертвеца. Что еще делать? Не съест же мне его. Заходим мы с вами в это поселение, но мне тут делать нечего. Караван достиг пункта назначения. Идем в Наджиран. Кстати, по-моему, в Наджиране было еще какое-то задание. Возможно, кого-то сопроводить. Возможно, кому-то там чем-то помочь. Что-то там переделать. Ой, ай, садь, не дышать танк. Не успел я, что ли? Нифига себе, тут верблюдище. Одинокого верблюда, поклажи, но рядом не души. Вы хотите взять верблюда с собой? Конечно, возьму ее с собой. Шикарно, у меня еще верблюд есть. Ребята, ну просто к успеху пришел. Там поклажа, правда, непонятно какая. Какие-то брестюльки, висюльки. Сейчас наверняка на меня наткнется. Хозяин этого верблюда скажет. Ты что, брат, берега попутал? Ну давай. Сколько? 104? 247. Вообще классно. Вообще по красоте. Все мы с вами продали. Тамасин, горожанин. Не хочу вторгаться. Караван баши, что-то там на зарос. Так, а что у нас там за помощники? Погодите. Скорость 6, что ли, Даркасса? Грузатор подъемный с плюс 5. Соломея. Но можно взять Даркасса? Что мне дает этот помощник мой? Минус 1,3. Шикарно. Повышает навыки героя и его здоровье. И что у меня теперь здоровье? А, 178. Скорость, правда, уменьшилась немного. Такс, ну ладно, а что у нас с вами есть? Скорость плюс 2 можно взять себе. Расход воды за каждого помощника. А, это мы с вами жаблые. Горожанин. Тебя хватит храбрости доставить мой груз в сану? В сану, в сану, в сану. О, слушай, так нам как раз в сану, сударыня моя родимая. Родненькая моя хорошая. Давай, сейчас дойдем с тобой в сану. Конечно, я доставлю. Куда ничто не пропадет. Пшеница теперь в багаже. Уполняем запас воды, в общем-то, мы с вами. Погнали в харам. Там купим себе пряности, да? Финики теперь в багаже. Погоди, пряности. А тут пряности у нас сколько стоит? Дорого. О, шикарно. Еще в хараме сейчас мы с вами закупимся. Нормально у меня уже караван там вообще. Красавчика настоящего. Идем в харам. Так, прибываем в харам. Нам необходимо сейчас к купцу обратиться. Это что за... Это мой помощник, суть по всему. Так, купец, привет. Хочешь, я покажу тебе свои товары? Пряности, пряности, пряности. Благобония 68. Блин, нам нужен еще торговец, конечно же. Нам нужен еще торговец хороший. Если посмотреть на него... Ой, блин, стой, погоди. Обязательно с ним торговать? Да, брат, брат, стой. Назад. Назад, назад. Я не хочу с ним торговаться. Блин. Ай, черт. Не, ну можно, конечно, попробовать на 90-80. Эй, блин. Решил поторговаться, называется. Сейчас меня тут обторгуют. Кармин. Карманыч. Кубик настойчивости. Давай кубиком настойчивости будем бить эту тварь. Далее. Кубик настойчивости. Надо бы кубик разум увеличить, потому что он меня здесь бьет. А, все равно пытается, зараза такая, а. Но мы его так вот перекроем. Ай. Ай, стоимость меняется на 5%. 214 динар. Нормально, поторговал называется. Ну ладно, 214 динара-то не так много. Мы все равно в сане там еще доставим этот ее торговлю в фигню. Все будет нормально. Главное, что лошадь есть. Главное, что перемещаемся очень быстро. Сана. 214 динаров. Давайте, ребята. Карван достиг пункта назначения. Динора. Брат, вот тебе. Пряности. 112, 224. Вообще неплохо. На суточку мы с вами тут наторговали. На мой взгляд, шикарно. А какое задание отвезти груженого осла в сану? Я отвез его к твоему груженому ослу. Учитывая, что все творится, мне казалось, что закат никто не исполнит. Какая награда? Ух ты, 100 траха. Мы из 195 опыта. Ну нормально вообще, ребята, поторговали. Ладно, друзья, пишите ваши мысли в комментариях. С вами был Диодант. Слушайте, не такая уж и неинтересная игра. Я вообще эти полчаса не заметил, как пролетели. Классно, классно. Всем удачи. Пока-пока. Возможно, будет третья серия. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok